Всем доброе утро! 2 марта, ночка прошла тихо, спокойно. Сейчас на улице продолжается тишина, все у нас хорошо. На сегодняшний день попробуем найти в городе, заправить машину газом. Но что-то мне подсказывает, что не получится. По последней информации, у нас газ был на заправках параллель. Проезжал заправку Урийского, уже там его нету. Еще есть две заправки. Это Черепковка, также созвонились с местными. Тоже газ закончился. Еще одну проверим. Если не заправим, то дам информацию о том, что в городе остался только бензин и дистопливо, где его можно купить. Но еще раз уточним, если газа нет, то его нет. Что касается погодных условий, ну вот как-то так. Вот такая вот весна с мокрым снегом. Ребят, по газу довольно-таки интересная ситуация. Я сейчас проезжал заправку, цена газа не горит, соответственно, есть соображение с того, что его там нету. На самом деле увидел, как заправляет автомобиль, подъехал тоже заправиться, спросил, уже нету. Точнее, не уже нету, в принципе нету. После меня, в свою очередь, все равно подъехала машина и ее заправили газом. То есть, я так понимаю, есть, но только для своих. Сейчас ищем общего доступа заправки, где можно все-таки заправиться. Осталась у нас одна, это параллель в районе нефтебазы. Сейчас проедемся, проверим. Вчера люди там еще заправлялись. Если нет, то, ну, соответственно, в любом случае нам бензин нужен. Заправляемся бензином, и это будет значить то, что газа в городе нет. На сегодняшний день телеканалы отключены все. Также в ютубе выскакивает табличка русскоязычных новостей о запрете каналов. Вот в таком вот формате. В городе работает ЗАГС, работает роддом. И уже у нас родилось двое детей на сегодняшний день. То, что я знаю. Так, в целом, жизнь в городе кипит. Все так же, как в обычные дни. Магазин бытовой химии. Есть все. Наличный, безналичный растет. Красная шапочка, центр города. Работает с 8 до 18. Центральный рынок города. Крытый павильон. Овощные ряды. Есть овощи, фрукты, крупы. Все полностью функционирует. Торгуют и вещами в том числе. В общем, рынок живет своей жизнью. Сейчас мы, конечно, попали уже час дня. В такое время понятно, что многие закрыты. Но, в целом, видно то, что все есть и ни в чем потребности нет. Сейчас на Урицкого есть. Но вот эта вся колонна аж за поворотом стоит туда. Не уверен, что к тому времени, пока я достаю, смогу заправиться. Но будем ждать. Пока встаем в очереди, есть возможность пообщаться. По-прежнему все остается тихо, спокойно. Есть еще небольшая такая информация для жителей Славянска, кто хочет обналичить деньги. Сейчас в супермаркетах и в аптеках, допустим, подоходишь, покупаешь что-либо. Это обязательное условие. Допустим, есть наглядный пример. Когда парень зашел в аптеку, купил аскорбинку, договорились об наличии денег. То есть, если у вас есть деньги на карте, вы можете рассчитаться терминалом. Ну, а вследствие получить определенную сумму наличными, какая-то будет сумма, оговаривается индивидуально. Допустим, если в АТБ-маркете можно было зайти, но при наличии, опять же, у них наличных средств. Потому что большинство людей сейчас все равно скупляется по карточке. Поэтому такая вот есть небольшая. Хитрость. На данный момент у нас 2 часа дня. Поступает новая информация о том, что по Изюму вновь слышны выстрелы. По Славянску проезжая, видно, что ставят новые укрепления. Появляются военные в большем количестве. Краматорс сказали, что завтра будет производиться эвакуация людей автобусами. Это женщины и дети. То есть, ситуация пока остается стабильной и спокойной. Но немножко есть позывы к тому, что обостряются. В общем, следим дальше за развитием событий. Берегите себя. Бережем мы себя. Все будет хорошо.